Всем привет! Кто помнит стоящую на заднем плане Калину? На самом деле у нас было очень много издевательств с ней, ставили туда и 8 восьмерок, и коробов мы сюда кучу засовывали. Ну а теперь пришло время настоящего, качественного, громкого повседнева. Чем мы сейчас и занимаемся, то есть это видео о полноценном постройке проекта по факту с нуля. Женя тут что-то разобрал все и ковыряет предыдущую виброизоляцию, которая здесь была. Она вносена супер качественным способом, сняты полностью задние сиденья, поскольку оформление пацанского повседнева будет грабешник. Никаких компромиссов, поэтому сидушки нафиг выкидываем. Обшивочки у Игоряна вот уже были, я не знаю, с ними придется очень сильно повозиться. Если мы заглянем здесь в загашник, у нас здесь стоят, ждут колонки своего часа. Когда-нибудь, ребят, мы их соберем, но это не точно. Это не точно. Наша распилочная, здесь царствует его величество Антоха. У него, как всегда, тетрадка, ручка, расчеты. Вот так это все будет быть. То есть грабешник он рассчитал. Ставьте на паузу, кому нужно. Приступаем к процессу, ну а вы под музычку, как всегда, наблюдаете. Вот он каркас, который был сварен. То есть все у нас будет крепиться через болты к кузову. Сварь приварена к кузову, ничего не будет. Обшивки топовые, Жень? Ну как, вообще бомба. Жень ничему не учится, он взял топовую, да? Топовую, да. Можно пролить обшивки, потому что они реально жидкие. Реально, на самом деле, печально. Если бы они были закреплены в калии, они нормально. А так как они закреплены... А где Игорь этот заказывал? А? А это с этого, с калины, с пианино. А, в Москве, Бриды, Дори. Да? Да, это их... Нет, они, когда у Славика они были, они были нормальны. Потому что они были закреплены и держались крепко. Ну, соответственно, как, я говорю, попали. Все было пролито смолой вместе с стекломатом. И теперь она обрела нужную жесткость. Потому что динамиков как бы много, и это необходимое дело. Вот даже стоит левая обшивочка. Дверь теперь нормально и тотально завиброизолирована. То есть, подготовка максимально под инстал проведена. И сейчас посмотрим, что же там творится у нас в распиле. Система у нас такая, да? Как бы не совсем такая прям супер мощная. Так скажем, да, построена там с некоторыми. У нас всего один усилитель на два САБа. САБа 305, усилитель 7900. Решили сделать побольше объема. Так парень хочет больше низов, как и все. Больше ветра, низов, всего. Вот, поэтому решили сделать максимально эффективный ящик. В общем, ящик у нас будет где-то по 150 литров чистого носа. САБ будет каждый в своем объеме на свой порт. Порт будет на трубе. Там еще один моментик такой придумали. Вот, потом покажем в процессе изготовления. Основа короба полностью готова. Верхняя стенка у нас будет двойная. Вот уже все отфрезеровано под 2,15-юймового динамика. И, то есть, это передняя часть короба. А с задней стороны короба у нас... Тут нужно, да, призернуть под трубы. Туха так же делает скругление. Это, получается, на вход порта ты делаешь, да? Ну, здесь делаем скругление. Вот здесь. Вот. Ну, понятно, что я там тоже. И здесь будет такая конструкция. То есть, трубы будут нагружены не в крышку багажника, но в такой вот панерный карман получается. Здесь тоже будет вот так скругление. Трубы приехали. И сейчас задача, задача что сделать? То есть, отфрезеровать отверстия в нашем коробе, чтобы интегрировать трубочки сюда. О, Анатолий, как всегда. Свои шаблоны, так скажем. Шаблон 302 миллиметра на базе. Когда развальцовываются, у них вот здесь получается неидеальная кружность, да? Вот здесь. Чтобы сделать их идеальными, грубо говоря, да? Мы как... Я как поступаю? Я взял, померил и вырезал вот такой вот ровненький кругляшочек. И обвел личное все по кругу. И сточил получается. И все. У нас вот получается ровненький, идеальные две трубы. Все ровненько. Все идеально ровный круг. Нормальный такой лайфхаб. Вот такой вот момент, да. Надо снять новость, что мне приехали двери от Chevy Plus. Вот они две абсолютно целые, которые пойдут на замену моих битых. То есть передняя, задняя дверь. Вот эта сидушка приехала. Она, конечно, в полнейшем ужасе. Вот так она выглядит ужасно. Я на самом деле сейчас ищу вариант либо покупать бушные сидения на Cadillac Escalade, либо их перешивать. Если кто может помочь с перешивкой и узнаете, где нормально и недурого делаю, то, пожалуйста, напишите мне в личку в инстаграме либо в контакте. Музыка Антоха, что произошло? Опять, походу, это место стерлось. Посадочное. Ой, какие звуки. Ой, запах тоже кайфовый. Ну что, Антоха? Ну ничего, надо этот фрезер, наверное, влеру отвезти обратно, да и все. Пока мы там, короче, с Антохой занимаемся, Калина, и Антоха палит все фрезеры, которые есть. Женя от нас сбежал на установку. И тут у нас, получается, в передней двери залетает BlackGider. 123. Сзади у нас аватары. Так, видим то, что вот моноблок. 800 на 1. Извините, я вот эту хуйню и откручивал. И тут с ТЦом, с ТЦом. Не снимай вот этой вот схемы. Всем привет. Подписывайся. Чем тут занимаешься? Полная шумовиброизоляция. BMX 5. Новейшая, да? Новейшая, да. Господин тонкий специалист. Комфорт Кастомса. Брат, а поклеишь меня из колоидов? Нет. Нет. Да что же это такое? Это субботники ваши. Не прокатывайся. За очень дорого. За очень дорого. Ооо. Зеркало готовится, да, получается? Бля, все в наушниках, все игнорируют меня. Не игнорируем, под керамику готовятся. Под керамику. Брат, можешь ты встать? Встань, встань. Зачем? Да встань. А че ты пузо закрываешь? Телефон закрываешь. Не, ну это интересная кофта, реальная. А ну, открой руки. Ну, как бы я ни на что не напихаю, но ты либо кенгуру, либо это что-то другое. Кенгуру, брат. Музыка Антоха сделал вот такие два чопика, которые обеспечат дополнительную жесткость для вот самих труб, чтобы максимум. Минимальная вибрация по ним была. Далее, закрепили вот такие вот раскрывы. Антоха закрепил и с одной стороны, и с другой стороны. Скругление, скругление. И вот есть еще вот такая прикольная ответная часть для данного короба. Это Антоха придумал, где-то он там посмотрел, хочет реализовать. То есть вот эта штука будет становиться спереди труб и своего рода будет являться такой нагрузкой для порта. Правильно, Антоха? Да, да. Чтобы у нас не крышка багажника там отрывалась, с петель вырывалась вместе с замком. Основная нагрузка была, вот эта стенка ее принимала, так скажем. Плюс мы можем еще это расстояние регулировать. То есть посмотрим, там можно будет попристреливать даже. Леха бросил свою крышку БМВ, взял штуцер на эскалейда и что сейчас будем делать? Сейчас все сделаем. Я же говорю, если там все подходит, 5 минут делу. У нас просто такие проблемы, то что ни с того ни с сего штуцер вон тот вот нижний потик. На самом деле Леха уже, он не только крутой сборщик демокаров, он еще может двигатель перебрать если что. Я специалист по этим, по эскалейдам, по замене штуцер вон. Вот при аварии у меня оторвало вот здесь петлю. И Леха специалист широкого профиля. Говорит, что ли, давай это с металлами сделаем. Может капот сними, Малеха говорит, что? Если так, говорит, зайдем. Так может еще и по покраске мастер, слушай. Нафиг я кого-то еще. Бля, да я все умею, ну неохота нихуя. Линя меня доливает вообще пиздец. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Немножечко вы видите процесс восстановления эскалейда. Я вот буквально на 5 минут отходил, пришел. Я смотрю, Леха полностью раскидал передний бампер. И он вот таким образом сейчас смотрится. То есть снимается сейчас вся арматура, так скажем, все навесное. Для того, чтобы отогнать эскалейд в малярку. Крышу надо усиливать по-любому, потому что она в космос отправляет. Да, мы же хотим лупить жестко. Лупить вообще на все балки. Потом фронтец мы сейчас разберем этот весь. Да, обшивки тоже с нас снять? Да, все обшивки тоже поснимаем. Обшивки поснимаем, пищалки легендарные, да? Глянь, глянь, что за чел идет. Нифига себе, не много тебе проводки, брат? Нет, мало даже. Мало? Конечно. Это все хорошо, но я сегодня без обеда. И я думаю, что он в лаваши, а руки в лаваши с твоего адреса должен происходить. Не вопрос, не вопрос. Вот это подход. Короче, Игорян собственной персоной тот человек, чья калина. Слева обладает. И поскольку он нам не помогает, у него есть каторга. Пойдешь, брат, на каторгу? В эскалейд? Нет. Придется. Придется. Не надо. Игорян, ты давай машину не рассматриваешь. Да, да. Смотри, понял? Музыка. 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 Короче, работник года. Только отошел. Опять. Опять дым из машины. Опять вот такие дела. О, ебать. Час есть. Вскрытие показывает, что труба вот. Идеально, да, Леха? Ну, я думаю, что мы вот так поставимся сюда и от нее так пойдем. В конец таки у меня будет нормальная крыша, блин. Как у всех виспельщиков серьезных. Не говоря. Ничего себе, какие гости. Здравствуйте. Гольф здесь. Не снимай меня. Антоха, вот он. Не снимай меня. Вот так, как ты просишь, как ты мне комментируешь. Вот так вот у тебя снимать. Глянь, что построил. Это не доделано. Не снимай, пожалуйста. Да все уже поздняк как-то не доделано. Валива, когда, Антоха? Вот приехал, блять, починить не работает. Что не работает? Поставил процессор, звук не идет. Что за проц? Вот. Вот. Отбит. И один проц спалил, купил второй, короче. Это уникальный у нас персонаж, наш Тим Дев Монс. Оба, на, ничего себе. Это колхоз на автозвук. Вот это... Не, вот это нужно оставлять вот здесь себе. Это безопасность. Оно и будет здесь. Оно и будет здесь. Да, это изоляция. Ну, по-сальски, короче. По-сальски. Угу. Шесть усей. Двенадцать девятисотых. Да. Ай-яй-яй, красиво. Изоляточка. Нормально, нормально. Три раз провод. Вот здесь гильза. Пошел второй кусок, там еще соединение. Он из трех частей, понял? Красиво. Вот как надо делать, получается. Ну, это, ну, дорого, не дорого. Поехали. 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 Еще много работ у нас с проводочкой. Справа кинули полностью. Силовую. Что? Проводку не слова. Проводку не слова, да. Силовую проводочку. А слева вот у нас сигнальная. Силовую проводку. По-моему, мы ее толкаем саму машину. Машина едет, да. У нас под капотом не будет, да, получается, по аккумулятору? У нас такой аккумулятор, видишь? Высокотехнологичный получается. Вот так вот. Какая тут инновационная схема применена. Вот такие колечечки. В эти колечечки вставляется мачете файт. Бомба, да, вообще прикольно. Да, прикольно. Как делается профессиональная установка акустики. Вот примерно вот так. Опа, вот теперь как родной почти. . Субтитры делал DimaTorzok Это прям аккурick. 你有 повосок винтовки. Ну не ciert. Это прям академий только на 90 на 140 на 40 нулю,onte nitриде кольк по колечечке. Самое обидное, почему мы к этому приходим, потому что обшивки были подготовлены под другие динамики. А по итогу? По итогу молоток решает, правильно? Поэтому далее динамики они не лежат, вот и все, выход из положения. Это технологично, да? Да. Но, заметьте, металл остается, они резаны. Вот это плюсы, вот это да, ты придумал. Здесь у нас внутри вот такая красота образуется. Самая интересная. Самая интересная красота. И дотошная. И дотошная. Женя любит делать расключения, да, все вот это дела, все фиксирование. То есть проводочки у нас, как видите, заведено. Короб закреплен на раму. Здесь у нас минусовая клемма. Усилители. Данный усилитель перевернули кверх ногами, поскольку здесь удобно тогда будет подлазить и смотреть настройки. Плюс видно лампу клипа. А здесь на басухе не будем смотреть лампу клипа, правильно? Она фига нужна? Максимально аккуратненько, визуальная составляющая. Вообще бог бы. Обращайтесь к создателю вот таких коробов. Антону. Дверочки у нас тоже заряжены через вот такие проставочные колечки. То есть здесь были Т-34 и теперь 25. Дверки у нас были. Да, они может быть не самый лухарь вариант, но тем не менее мы решили не переделывать. Чуть с красочкой освежили. И нормально, поскольку проект старались сделать не супер-супер каким-то либо дорогим. Ну хотя как? Вот 8 пар Арнольдов с первых АЦ-шек. Это конечно жесткая фронтуха. Но тем не менее выглядит, я считаю, вообще нормально. Портяра, конечно, для обывателя скажет, зачем такой? Куда вам такой большой порт? Это что? БП-6? Но тем не менее нагрузочная стеночка, как бы вот сюда ляпся. Мы устали, кайф запуститься уже, завалиться. Скоро уже, скоро будет. Собрались, народ. Собрались вместе, кони, люди. Запуск будет. Я слышу бас. Так, вот так правильно. О! Не валило, как раз. Ну как тебе первый запах? Уже разбирает машиночку, да? Доволен? Смейте, хорошо. Смейте, хорошо. Смейте, хорошо. Смейте, хорошо. Музыка. Музыка. Класс. Смейте, хорошо. Музыка. Смейте, хорошо. И внешку успел Игорян сделать. Сейчас дотирает ее перед обзором его старания. Посмотрите, тюнинг-бампер вообще. На самом деле, концепция данного проекта заключается в том, чтобы в относительно небольшой бюджет сделать действительно валющую, громкую тачку, на которой будет с кайфом кататься на повседневе, кататься на сходочках. Ну и вообще, этот проект будет представлять как раз таки Альфард Кастомс. И будет кататься по всем местечковым сходочкам. На соревнованиях тоже будет, конечно же, ездить. Первое, что хочется сказать по фронту, мы не стали изобретать велосипед, делать заново обшивки. Эти обшивки Игоряну по наследству достали с прошлой Калины, которая также делалась у нас. Но обшивки делал конкретно Славе, который из Москвы, у которого мы делали БПшку. Это самый простой вариант дверей, он даже не обтянут. То есть, просто обычная покраска. Мы только лишь что сделали, немного их оживили. Естественно, сюда залетели топовые динамики. Это 61-е Арнольды. Их у нас 8 пар, что, естественно, не может никак быть тихо. Плюс наша новинка, эта пищалочка 25-е. Вместо 34-х сюда вот так здесь разместились. Да, их всего 4 штуки. И это, конечно же, мало для 8-ми пар Арнольдов. Но, опять же, задачи не было переделывать фронтецкие, поскольку мы находились в рамках скромного, так скажем, бюджета. А это еще переделки, еще пищалки. Это еще у нас летит, летит, летит бюджет. По виду, ну ты вот так приезжаешь на какую-нибудь сходку. Просто открываешь вот эти калитосы. Смотришь в багажник, это жесть. То есть, две пятнахи, 305-е дефбонцы. Здесь у нас, как вы видите, трубы, которые направлены вот в эту нагрузочную стенку. То, что Антон вот так вот спроектировал, решил сделать. Выглядит действительно прикольно, монументально. И при этом по установке усилителей, то есть по размещению, решили их сделать здесь, на передней части. У нас в системе всего 4 усилителя. Это 7900-й на сабовое звено. Но отдает он, при учете роста имбеданса, в районе 3-х киловатт. То есть, достаточно для этих, в принципе, сабвуферов. Можно и больше, но зачем. Это чистый повседнев. 200 на 2. У нас обслуживает фронт, то есть, летит на наши пищалки. Ну и на дверочки, на Арнольда. У нас два усилителя, 2,900-й. Один расположен здесь, другой с противоположной стороны. Кверх ногами, потому что там настроечки, и там можно наблюдать за клипом. Все это размещено, естественно, на раме. То есть, абсолютно жестко, все жестко закреплено. Запасно. Рама сварена, все прикручено. Ящик жестко зафиксирован. Никуда не прыгает. Ну и настало, наконец-таки, главное. Включим, послушаем. Потому что на предварительном запуске действительно крутейший такой флекс. Калину реально жалко. О, пошел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok